МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! В феврале во всех муниципалитетах республики проходят отчетные заседания районных советов, где подводят итоги 2020 года. В каждый район Башкортостана для участия в этих заседаниях направлены члены регионального правительства. Восьмое заседание Совета муниципального района Янаульский район 5-го созыва состоялось 25 февраля. Участие в нем принял министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. До заседания министр побывал в нескольких образовательных учреждениях. Первым он посетил коррекционную школу-интернацию, в сопровождении главы администрации Янаульского района Ильшата Вазегатова и директора школы Нуриды Хафизовой. Сегодня здесь обучаются 166 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В интернате проживают 122 человека. Всего здесь 16 классов комплекта. Министр образования прошелся по кабинетам трудового обучения. На уроках труда воспитанники школы-интерната приобщаются конкретным профессиям. Занятия идут по 8 профилям. Среди них швейное, столярное дело, парикмахерское, кулинарное искусство, штукатурно-малярное обучение. В средней общеобразовательной школе номер 4 Айбулат Хажин встретился с выпускниками 2021 года и призвал их обратить особое внимание на учебное заведение республики. Наши башкирские вузы одни из лучших вузов. Я это вам честно могу сказать. Потому что долгие годы, 15 лет я проработал в вузовской системе за пределами республики Машпатсан. В Челябинской и Свердловской областях я знаю, с чем сравнивать могу. И в наших вузах башкирских я тоже проработаю. Качество образования у нас в республике ничуть не хуже, чем тоже в Свердловской и Челябинской области. Но в любом случае это ваш выбор. Здесь никто настаивает, заставлять вас руки выкручивать не будет. Вы сами определяетесь. Но единственное, надо понимать, что находясь далеки от дома, у вас под боком не будет друзей, товарищей, родных, близких, родителей. После общения с выпускниками министр образования республики встретился с директорами школы района. Айбулат Хажин пообещал, что к концу этого года во всех учебных заведениях и сельских, и городских будет проведен широкополосный интернет, что позволит значительно увеличить скорость доступа в сеть. Сразу после посещения образовательных учреждений Айбулат Хажин принял участие в итоговом заседании Совета муниципального района. Перед депутатами с отчетным докладом выступил председатель Совета Ильдар Маликов. Отличительной чертой отчета Совета муниципального района Ильдар Маликов за 2020 год является работа двух созывов – 4 и 5. 4 созыв в составе 14 депутатов закончил свою работу в связи с истечением срока полномочий 8 октября. Соответственно, первое организационное задание Совета района 5 созыва состоялось в тот же день. Таким образом, новый созыв депутатов в 2020 году отработал всего лишь 4 месяца. Тем не менее, итоги мы будем подводить за прошедший год, независимо от созыва, как того требует законодательство. Одним из важных политических событий в 2020 году стало проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Поправки затронули разные сферы жизни общества, начиная от социальных гарантий, заканчивая модернизацией власти. Изменение основного закона произошло в сложной для страны и мира момент преодоления последствий первой волны пандемии. Однако, мы справились с поставленными задачами, сумели организовать полномочтабные голосования, учитывая все меры безопасности, связанные с распространением инфекции. Как и по всей стране, 13 сентября 2020 года и в нашем районе прошли выборы. Это выборы депутатов Совета муниципального района Янаульский район 5-го созыва, выборы депутатов городского совета поселения город Янаул 5-го созыва, дополнительные выборы депутатов Совета сельского поселения Истякский сельсовет. Явка избирателей на выборы составила 64%. На выборах депутатов Советов муниципального района и городского поселения были замещены все мандаты. Об итогах своей деятельности в 2020 году и социально-экономическом развитии Янаульского района рассказал Ильшат Вазегатов. Прошлый год, как уже было сказано, оказался непростым для страны. Не только для страны, республики и нашего района. Был брошен вызов, на который не оказалось готовых решений. Проверку на прочность мы с вами выдержали. С поставленными руководством республики задачами справились. Янаульский район и республика Башпорстан продолжают свое развитие. 2020 год был насыщен значимыми датами и общественно-политическими событиями. И на улице вместе со всей страной отметили 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Нами были проведена большая и нужная работа по поддержке ветеранов. Привлечены волонтеры, которые дошли до каждого ветерана, смогли помочь пожилым людям. Особое внимание уделялось благоустройству мест славы и почета. В районе в отчетном году проведен косметический ремонт 30 памятников и обелисков, а их у нас 47. В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и республиканской акции «Зеленая Башкирия» в городе и сельских населенных пунктах появились новые аллеи победы, памяти и славы. В селе Новый Артаул проведен большой капитальный ремонт мемориала по инициативе местных жителей, восстановлен памятник женщинам тыла. В селе Карманово полностью реконструировали памятник героям войны, участвуя в программе формирования комфортной городской среды, где были применены в том числе и федеральные средства. Яркие звезды и георгиевские ленты, посвященные 75-летию победы, установлены вдоль главных улиц Янаула. Назову наиболее значимые проекты, реализация которых дает дополнительный импульс развитию нашего города и района. В прошедшем году мы начали активно воплощать в жизнь проект системы общественных пространств «Северные ворота Башкорстана», ставший победителем во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Сумма федерального гранта составила 70 миллионов рублей. Работами охвачено сразу несколько площадей и улиц города. Соучаствующим проектом к нему станет строительство на станции Янаул нового 100-метрового пешеходного моста. В тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Республики Башкорстан комплексно решается вопрос застройки новых кварталов перспективных населенных пунктов для работников агропромышленного комплекса и не только. В 2020 году завершилась комплексная компактная застройка и благоустройство квартала «Италмаз» в селе Шудек. Общая стоимость реализации проекта составила 122 миллиона рублей. В рамках реализации проекта в микрорайоне построен новый детский сад. На 60 мест с современным спортивным парком подведены сети водо-газоснабжения, обустроена уличная дорожная сеть. ООО «ИТС Агро» продолжил строительство нового крупного проекта по реконструкции и модернизации животноводческого комплекса молочного направления для содержания и доения коров на 2500 скотомест, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5000 скотомест. Срок реализации данного проекта 2019-2021 годы. Планируемый объем финансирования 1 миллиард рублей. Субъектом малого предпринимательства ООО «Рельеф» на территории Шудекского сельского поселения начато строительство асфальтобетонного завода. Объем планируемых инвестиций 80 миллионов рублей. Субъектом малого предстоящим планом на 2021 год. В текущем году мы будем двигаться вперед и стремиться к новым результатам. Продолжим реализацию социально значимых проектов. В 2020 году мы разработали проект комплексная компактная застройка благоустройства квартала Сабантуй села Истяк и Новольского района Республики Башхорстан. Стоимость проекта 199 миллионов 388 тысяч рублей. Реализация проекта и его финансирование планируется в рамках той же программы Министерство Республики Башхорстан в 2022 году. Будут построены сети водогазоснабжения и дороги для 235 застройщиков. В рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий в городе Янаоле в 2021 году будет установлено 16 контейнерных площадок и 80 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Реализация программы «Городская среда» в 2021 году согласно пожеланиям наших жителей будет проходить на территории городского парка, где планируем построить современную площадку для паркура и скейт-парка. Отдельная зона будет создана для шашистов и шахматистов. В здравоохранении согласно плану мероприятий до 2025 года по проекту модернизации первичной медико-санитарной помощи предстоит закупка нового медицинского оборудования с заменой всего больничного транспорта. Продолжим установку в сельских поселениях модульных фапор. На текущий год запланировано в шести населенных пунктах в Андреевке, Айбуляке, Ахтиале, Иткинеево, Каймашабаше, Татарской Ураде. Кроме этого, подготовлены дополнительные площадки в деревнях Старый Сусадыбаш и Угамаш. Вполне возможно, нам удовлетворят нашу просьбу по дополнительным фаппам. То есть, мы рассчитываем до восьми фаппов в этом году установить. Завершилось отчетное заседание награждением лучших представителей Янаульского района по итогам прошедшего года. Диплом достижения года 2020 получил глава администрации муниципального района за победу в номинации «Безопасная и комфортная территория». Указом главы Республики Башкортостан присвоено почетное звание заслуженной работник образования Республики Башкортостан директор Юнаульской коррекционной школы-интерната Нуриде Хафизовой. Еще два педагога этой школы получили почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации и знак «Отличник образования Республики Башкортостан». Почетной грамотой и благодарностью Министерства образования и науки Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд Айбулат Хажин отметил еще пять педагогов района. Ильшат Вазегатов вручил благодарственные письма и почетные грамоты по итогам 2020 года 15-ти Янаульцам. Среди них представители культуры, социальной сферы и медицинские работники. Система образования, конечно же, в первую очередь меня интересует, поэтому с утра до заседания мы с главой района, с Ильшатом Акзановичем объехали ряд образовательных организаций. В целом хочу отметить очень достойную материально-техническую базу, сильный достаточно состав педагогических работников. Пообщались мы с выпускниками 11-х классов, кто в этом году будет выходить на ЕГЭ. Хорошие ребята, достойные, воспитанные. Видно, что у каждого из них глазки горят, желание есть продолжать обучение в системе высшего образования. Но надеюсь, что останутся у нас в республике. Но если даже уедут за пределы региона, важно, чтобы они вернулись потом уже к нам обратно в нашу родную республику. Редко где увидишь, в городе практически все школы имеют очень хорошую, еще раз повторюсь, материально-техническую базу. За исключением только одного образовательного учреждения, которое требует небольших, скажем так, вливаний, финансовых вливаний. Все остальные школы, в них чувствуется хорошая хозяйская рука. Рука главы района, отдела образования, руководителя образовательных учреждений. Поэтому вот в этой части, конечно, для меня было очень приятное удивление. Причем это касается не только в целом, наверное, и города, но и в сельских поселениях. В свое время мы открывали школу с Решатом Акзановичем в Сусады и Балак. Очень хорошая школа с детским садом. Сейчас вот построен новый детский сад на 60 мест, ждет разрешительных документов. Район практически постоянно обновляет систему как общего, так и дошкольного образования. Подводя итоги своей рабочей поездки, Айбулат Хажин отметил большой потенциал образовательных учреждений нашего района. Единый день открытых дверей родителей Башкортостана за здоровое питание прошел во всех уголках нашей республики. Участие в этом мероприятии приняли и не на улице. В этот день взрослые смогли продегустировать школьное меню и оценить старания поваров. А вот понравились ли им угощения, расскажем прямо сейчас. Котлеты из филе курицы, рыбы, тефтели, плов, салат студенческий, творожный пудинг и это далеко не весь список того, чем угощали в этот день родителей в школе имени Радика Гореева. Кроме вторых блюд, взрослые с удовольствием дегустировали напитки. А их в этот день было представлено шесть разновидностей. Компоты, кисели, какао, выбирай на вкус. Вся еда в школьной столовой готовится строго по технологическим картам. О том, как готовят и откуда привозят продукты питания для завтраков и обедов, рассказали повара. Все свежее привозят, продукты все свежие, мясо, курицы, филе, творог. Все это нам свежее поставляют. День в день привозят. Хорошо кушают, отлично кушают. Ничего не остается, даже некоторые ребятишки подходят. Очень вкусно было подходят. Спасибо, говорят. Еще добавку просят. Ну, любят дети. Особенно мясное, плов они кушают хорошо. Котлеты мы сами делаем. И с филе делаем, и с филе делаем. И с филе делаем. Очень хорошо кушают. Фрукты даем, кисели, компоты варим. Кушают хорошо. Не жалуемся. Все представленные на столах блюда входят в двухнедельный рацион школьников. А кто лучше родителей может знать, как правильно кормить ребенка? Конечно, бабушка. Фаеруза Гемаева попробовала все предложенные блюда и осталась довольна тем, чем кормит ее внука. Я бабушка внука Гемаева Ирика. Учится в седьмом б-классе. На дегустацию я первый раз сегодня пришла. Ну, по правде говоря, мне очень все понравилось. Я вижу, что с душой относятся повара к своему делу. Все очень вкусно. Попробовала почти все. Мне очень все понравилось. Я считаю, что и дети должны с удовольствием все это кушать. Тем временем самые маленькие школьники приняли участие в открытых уроках на тему правильного питания, конкурсах рисунков и викторинах. Ребята точно знают, какие продукты больше всего содержат витамины, чем богатые овощи и фрукты. Такие уроки планируют проводить в школах регулярно. Тем временем с нетерпением ждали дегустаторов и в гимназии имени Ирика Муксинова. Меню у всех школ одинаковое, немного отличалась лишь сервировка стола. Родители сверили соответствие фактического меню с меню, размещенном на информационном стенде, проверили график питания, визуально оценили уровень отходов, посмотрели условия хранения, попробовали еду сами и по итогам посещения заполнили чек-листы. В течение двух недель родители первых, одиннадцатых классов, тоже соблюдая все условия Санпина, посещали нашу гимназию, посещали пищеблог и оценивали, как питаются наши дети, оценивали, насколько качественно вкусно приготовлены блюда. Надо сказать, что были отзывы как положительные, так и были отрицательные отзывы. Но, тем не менее, мы работаем, мы стараемся в этом направлении. И у нас уже, можно сказать, довольно-таки неплохие успехи. С каждым годом у нас идет все больше и больше охват детей, которые питаются в нашей школьной столовой. Сто процентно это первые, четвертые классы. И процентов, наверное, 90 у нас среднее и старшее звено. Так что я приглашаю родителей посещать гимназию, оценивать питание, потому что питание школьное, это правильное питание, это каши, это салаты, это напитки правильные. Поэтому приходите, всегда рады. В нашем районе в столовых едят 5532 школьника. Ученики начальных классов питаются в столовой бесплатно за счет федерального и республиканского бюджетов. Питание старшеклассника для родителей стоит 60 рублей в городе и 45 рублей на селе. Однако, несмотря на все старания специалистов сделать рацион разнообразнее и богаче, находятся и те, кто по-прежнему ищет соринки в чужом глазу. Праздник «Мужество» отмечают в России ежегодно 23 февраля. Дата была установлена в 1922 году в честь годовщины создания Красной армии. Позднее название несколько раз менялось. С 1946 года этот праздник назывался День Советской армии, с 1949 по 1992 – День Советской армии и Военно-морского флота. А с 1993 года праздник отмечается как День защитника Отечества. С 2002 года 23 февраля стало выходным днем. Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества на Страже Родины, прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 20 февраля. Традиционное возложение цветов прошло у памятника боевой и трудовой славы. И на улице почтили память героев минутой молчания. Несмотря на крепкий мороз отдать дань памяти погибшим, защитникам Отечества и вспомнить их подвиги пришли десятки горожан. Они достойно несут службу, надежно защищая интересы страны, мир и безопасность граждан. Торжественная часть праздника началась на сцене Межпоселенческого культурно-досугового центра. Одним из первых с Днем защитника Отечества поздравил первый заместитель главы администрации района Салават Гельмиев. Я хочу выразить особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые вынесли на своих плечах септяга до военного времени, в боях отстояли свободу независимости родины, подняли из руин народные хозяйства огромной страны. Немало среди них и наших земляков, проявивших доблесть и отвагу. На фронтах сражались 10 940 уроженцев района. Более 200 ста иноутцев вернулись домой с боевыми наградами. Мы не должны забывать, какой со мной достался нам мир, в котором мы живем в настоящее время. Любая война, независимо от ее мастарбус и сели, оставляет несгладимый след в сердцах и душах людей. Судьбой более 500 молодых иноутцев стали далекий Афганистан, и 12 из них не вернулись домой, к своим родителям. Не утихает боль невосполнимой утрат потерь. Но мы и сейчас живем в непростое время. Каждый здравомыслящий человек понимает, что развитие России невозможно без защиты ее границ. Огромная территория, раскинувшаяся от Балтики до Берингового пролива, нередко являлась объектом посягательства со стороны внешних сил. Но всегда во все времена российский народ находил внутренние ресурсы для того, чтобы дать однозначный ответ на вопрос, кому принадлежит эта земля, подаренная предками, и кому она будет принадлежать всегда. Друзья, теплый слово благодарности хочу сказать родным и близким тех, кто сегодня с гордостью несет и легкую воинскую службу в ретах вооруженных сил Российской Федерации. Для большинства из них это настоящая школа жизни. В этот день он подвел итоги районного конкурса за лучшую организацию воинского учета. Дипломами администрации Янаульского района были отмечены. Администрация сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Новоискера Республики Башкортостан, занявшая третье место в смотре конкурсе. Администрация сельского поселения Максимовский сельский совет, занявшая второе место в смотре конкурсе. Администрация сельского поселения Шудэкский сельсовет, занявшая первое место в смотре конкурсе. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба», занявший третье место в смотре конкурсе. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Восток», занявшее второе место в смотре и конкурсе. Общество с ограниченной ответственностью победа, занявшее первое место в смотре и конкурсе. С поздравительных слов свое выступление начал военный комиссар города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харисов. Искренние поздравления и слова благодарности ветеранам вооруженных сил, с честью выполнившим свой воинский долг, воспитывающим молодое поколение в духе патриотизма, уважения к славным боевым традициям российского обойства. Мы бы передали эстафету в надежные руки военнослужащие Янаульского района, верой и правдой служат своему Отечеству, оберегая мир и покой россиян. Мы обязаны хранить лучшие традиции российских военных. Растет интерес к нашей военной истории, к нашим традициям, пониманию того, насколько важно гражданское патриотическое воспитание. Каждый юноша должен ощущать себя защитником, чувствовать ответственность и за своих близких, и за Родину в целом. Дорогие друзья, День защитника Отечества – это праздник и тех, кто разделяет мужчинами все тяготы военной службы – жен, матерей, сестер, дочерей. Крепкий семейный тыл дает защитникам силы для любых свершений на благо Родины. Поэтому сегодня по праву и их день. Благодарственные письма военного комиссариата за оказанную помощь и сотрудничество, подготовку и повышение качества призыва граждан на военную службу были вручены. Начальнику Яновольского дорожно-ремонтного строительного управления федерального рационального общества Башкер-Автодом Шакирову Ильшаку Ульфатовичу. Главному врачу Яновольской центральной полиции Мадьярову Тимуру Салаватовичу. Начальнику федеринарной станции города Яновольского района Республики Башкортостан Бильданову Ильверу Алтезовичу. Начальнику управления образования муниципального района Яновольский района Республики Башкортостан Шариковой Ильвере Финарисовне. Директору общества с ограниченной ответственностью управления жилищно-коммунального хозяйства Юсупову Руслану Радимовичу. От имени президиума районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов присутствующих поздравила его председатель Римма Фазылова. Сегодня у нас в зале присутствуют уважаемые ветераны афганской войны, чеченских событий, других военных конфликтов, солдаты, офицеры, ветераны вооруженных сил России, правоохранительных органов. Вы всегда честно исполняли свой войский долг, проявляя образы небывалого мужества, доблести и отваги. Не щадя своей жизни, грудью защищали территориальную целостность нашего государства, отстояли свободу и независимость стран других народов, выполняли важные миротворческие миссии, спасали людей в чрезвычайных ситуациях, участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий. Огромное спасибо, уважаемые. Мы гордимся вами. Праздник продолжили яркие художественные номера. Праздник продолжили яркие художественные номера. День защитника Отечества. Праздник всех тех, кто служил и служит сейчас, несет боевое дежурство на земле, в небе и на морских рубежах. 23 февраля праздничные мероприятия прошли и в нашем районе. В этот день горожане возложили венки к монументу боевой и трудовой славы и памятнику скорбящей матери в память о воинах, погибших за родину. Покойно дети пусть растут. Российский солнечный отчизник. Он охраняет в мире труд, прекрасный труд во имя жизни. В мероприятии приняли участие сотрудника военного комиссариата, ветерана боевых действий, волонтеры, детские и молодежные движения, общественные организации. В этот день волонтеры Победы Дворца молодежи посетили ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Письма Победы». Эта акция проходит ежегодно с 2016 года. Жители Янаульского района писали письма на своих страницах в социальных сетях и выкладывали под хэштегом «Письмо Победы Янаульский район». Мы заходим в социальную сеть ВКонтакте, под специальным хэштегом «Письмо Победы Янаульский район» находим письма. Получается, эти письма писали жители Янаульского района. Затем эти письма мы распечатываем на специальном бланке. У нас вот есть цветной принтер. Мы там сначала распечатываем бланк, потом распечатываем письмо. Затем эти письма укладываем в конверт. То есть, вот, например, одному ветерану мы передали где-то 10 писем сразу. Не одно письмо, а 10. Поэтому этот конверт вот такой большой треугольный. Этот, кстати, большой треугольный пакет, конверт, это тоже впервые у нас. Раньше мы просто в конвертиках только. В этот раз вот решили большой треугольный, потому что писем было очень много. Есть ветераны, которым лично в руки, а есть, кто не открывал дверь. Ну, то есть, мы в почтовые ящики вложили. Почему в почтовые ящики? Ну, то есть, почему мы лично относим? Потому что ветераны, они не пользуются социальными сетями, они не видят этих писем. Мы хотели бы, чтобы они вот прочитали прямо. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 миллионов 223 тысяч жителей. В Башкортостане их число 28 305 человек. В России 11 086 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 140 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гуча Чакнурулина. По состоянию на 25 февраля в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции остается пока напряженной. Продолжается снижение заболеваемости, но за прошедшую неделю, например, выявлено 23 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением новой коронавирусной инфекции. На карантине на 14 дней под медицинским наблюдением находится 41 контактных лиц. Касаемо вакцинации от COVID-19 в Янаульском районе с декабря поступило всего 1040 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. И группы риска привиты, в том числе еще пациенты с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет и работники предприятий. На сегодня первым компонентом привиты все 1040 доз продолжается введение второго компонента. К сведению тех, кто желает привиться, сегодня поступит в район следующая партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 215 доз. Рекомендуем непереволевшим привиться от новой коронавирусной инфекции. Желающим привиться необходимо записаться на вакцинацию через госуслуги или по телефону регистратуры поликлиники по номеру 2-10-12 и подойти в прививочный кабинет номер кабинета 117. В субботу 27 февраля прививочный кабинет тоже будет работать в штатном режиме. Ну а пока заболеваемость в районе регистрируется и все-таки есть риск заболеть. И кто не привит особенно, поэтому рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! 24 февраля в Янаул прибыли представители Института развития городов и сел Башкортостана и эксперты проектной группы 8. С рабочей поездкой они в Янауле не впервые. Они авторы проекта благоустройства елочной, торговой и привокзальной площадей Северные ворота Башкортостана. Однако изменения в облике нашего города еще не завершены. Подробнее об этом далее в нашем сюжете. Делегаты совместно с представителями администрации района и города и ответственными лицами обсудили варианты развития территории близ Историко-Краеведческого музея. Обсуждение шло активно. Прозвучали проблемные вопросы и возможности их решения. Архитекторы интересовались, какие изменения хотели бы внести участники встречи в современный облик этой площади. Рассказали о своем видении этого вопроса. Это урбанисты, маркетологи, с которыми мы уже взаимодействовали в предыдущие годы, общались и встречались, и сообщество, и местное население встречалось. Это специалисты, которые помогли выиграть во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Напомню, что в прошлом 2019 году Янаул вошел в топ-5 городов, которые победили во всероссийском конкурсе. Еще раз повторяю, по благоустройству, федеральный грант. Надо сказать, что ПГ-8, проектная группа 8, это организация, предприятие активных, креативных, молодых специалистов, которые нацелены на победу. В нашем городе они помогают нам вновь участвовать в данном конкурсе. И уже в 2021 году мы планируем, что мы заявимся на новый конкурс уже с благоустройством территории, прилегающей к нашему музею. В этот же день состоялся общегородской проектный семинар. Его участниками стали эксперты проектной группы 8, активисты, представители местных сообществ, собственники-арендаторы коммерческих площадей и зданий, расположенных поблизости, неравнодушные горожане. Архитекторы предложили свою концепцию развития территории музея, парка и улицы Октябрьская. То есть здесь и музей, и МКДЦ, и ДШИ рядом, четвертая школа, стадион ФОК «Юность». И как будто бы территория между парком и музеем, сейчас отрезанная, по сути, улица Октябрьская, имеет перспективу создания такого цельного общественного пространства. И что важно, прямо здесь, в музее, на втором этаже, пустующие огромные площади, по сути, целый этаж. Есть, конечно, проект экспозиции, но на него, как водится, финансирования пока что нет. Но почему бы не использовать этот ресурс прямо сейчас? И почему бы не переосмыслить музей? И, значит, совместно с музеем, совместно с Институтом развития городов республики, мы приняли решение участвовать в новой региональной программе по перезапуску музеев. И Янаул имеет потенциал стать первой подобной площадкой в республике, на которой можно, ну, собственно, опробовать этот метод. Если все получится, то тиражировать его на другие музеи республики. Мы приехали с рядом гипотез, которые хочется либо подтвердить, либо опровергнуть. Первое, о чем нам говорят, это связка территории музея с парком. Соответственно, встает вопрос, может быть, нужно перекрыть улицу частично. Хотя это довольно радикальное решение, мы его сейчас не лоббируем, но мы хотим его просто обсудить. Может быть, это частичное изменение движения. То есть, может быть, сокращение числа полос при возможности проезда, расширение тротуаров, создание каких-то площадок. Второе, что обращает на себя внимание, это центральная площадь. Центральная площадь имеет новый асфальт сейчас, но по сути это асфальтовое поле. Оно оживает на мероприятия, и Янаул классно делает, что проводит мероприятия на улице, там стационарная сцена. Это все, в принципе, работает. Но в повседневности, сейчас это просто такой плац, где не совсем понятно вообще, где ты можешь идти, где должна ехать машина, где какой-то такой непонятный статус немножко. Не хочется лишать город площади, поэтому площадь, наверное, должна остаться площадью, тем более со статусом площади. Но есть решения такие тактические, как можно легкими какими-то способами изменить просто сценарии, которые там могут быть. Следующий вопрос – это улица Октябрьская. У нас там сейчас только тротуар по одной стороне, по другой стороне у нас, значит, глухой забор фока. Встает вопрос, может быть, нам нужно пересмотреть вот это вот глухое разделение. Может быть, нужно частично открыть стадион для того, чтобы можно было его использовать и со стороны Октябрьской. Но здесь нужно комплексно смотреть, комплексно смотреть с сетевиками, с транспортниками, ну и, конечно же, с горожанами. И мы всегда исходим из того, что задание на проектирование нам ставит городское сообщество. И не просто там архитектору голову надувают какими-то блестящими идеями, а горожане формулируют то, что бы им хотелось видеть на этих территориях. Потому что никто лучше, чем горожане, не знает, как это по факту сейчас используется, какие там проблемы, какие могут быть какие-то неожиданные решения или неожиданные сложности, например, с которыми может столкнуться архитектор, придумывая какое-то решение. Поэтому хочется сделать, ну, такой комплексный проект, который позволит завершить по факту вот это комплексное благоустройство центра. Один из самых активных и творческих этапов семинара представлял собой работу в группах, где каждый участник мог предложить свои идеи, чтобы будущий вид был не только эстетически привлекательным, а еще и удобным, функциональным для всех жителей Янаула. В завершении мероприятия участники каждой группы презентовали итоги своей работы. По словам организаторов, на основе всех высказанных предложений к следующей встрече они подготовят предварительный проект вида территорий. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В северной мечети Иман нашего города начался новый учебный сезон. Для всех желающих здесь проходит обучение арабскому языку и основам ислама. Занятия проходят четыре раза в неделю по два часа. Обучение по программе рассчитано на три года. После окончания выпускники этой школы могут продолжить получать образование в мадресе. Красиво выводить арабские буквы и правильно произносить слова учит Мунзия Ахьярова. Она преподаватель с религиозным образованием. Проучилась в мечети в городе Набережные Челны пять лет. По милости Аллаха мы начали учебу с последнего года, со 2 января. Из Уфа приехали к нам на собрание, когда поменяли имама Мухтасиба. Тогда нам разрешили открыть учебные курсы по изучению ислама. Когда учишься Коран, именно вдох, ты должен до суккуны дойти. Там есть в Коране есть эти буквы, где можно останавливаться, где можно не останавливаться. У тебя, если воздуха не хватило, именно воздух играет роль. Ты должен вдох сделать и начинать считать. Она у тебя не дошла, не доходило-то до конца, к которому ты должен был закончить, но не дошло. Ты останавливаешься, заново берешь вдох и снова несколько букв, несколько слов захватываешь, обратно вернулся ты уже. Ты не должен там по порядку, как на русском языке или на татарском языке учиться. Нет. У тебя уже смысл предложения, чтобы сохранилось, ты же повторяешь слова Аллаха, все-таки, чтобы это вот, все это повторилось, чтобы это все было правильно, ты должен обратно вернуться и захватить несколько слов, чтобы не испортить смысл этого предложения и продолжать. Вдох, самый главный в сине Корана. Вдох обязательно. И потом, эти буквы, они не такие простые, как мы думаем, это арабские буквы, это речь Аллаха. Аллах в Коране говорит, в Суре Исра, для умного человека, Коран — это лечение. Каждая буква дает тебе лечение. Шифа. Это каждый человек получает, изучая вот эти коранические буквы, именно получает лечение. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Шпроты в масле 23.55 Келька в томатном соусе 23.55 Мясо индейки 325 грамм 69.99 Цены в рублях только до 28 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok